Эта история для меня началась очень неожиданно. Получаю мейл с таким названием «Ты только не пугайся». Изначально этот проект мы делали с композитором Кузьмой Бодровым и музыкантом Юрием Башметовым. Для этого мы обучили нейронную сеть на произведениях Баха, а также Рахманинова и Шнитке. Нейросеть – это математическая формула. Очень сложная, очень большая, с большим количеством параметров, но формула. Когда с ее помощью мы получили музыкальные файлы, нам стало интересно, что с ними могут сделать не только классические музыканты, но и авторы, работающие в совершенно других жанрах. Это Никита Забелин и группа «Комсомольск». Мне было присоединено 25 файлов, чтобы я из них выбрал, мне которые понравятся. Вот этот кусок мы выбрали в самом начале, потому что здесь есть очень классная, раскачивающаяся триоль. Это не человеческая музыка, скажем, а человеческая. В данном случае мы, например, разнимся в подходе с ребятами из Яндекса, с которыми работаем. Потому что их задача сделать так, чтобы нейросеть писала музыку максимально приближенную к тому, какую пишет человек. А в моем понимании она должна писать музыку максимально заимствуя какие-то конструкции, но придавая этому свою какую-то алгоритмическую форму, рациональную в своем понимании, которого у нас никогда не будет. Нельзя сформулировать задачу для нейросети – написать красивую музыку. Потому что нельзя создать такую формулу, которая будет выполнять эту задачу. Это какое-то очень нематематическое требование. Интересное получается только тогда, когда нейросеть воспроизводит что-то существующее. Подход, которым создана эта музыка, называется автоэнкодер. Работает он так. Музыку на входе мы сжимаем в очень компактное представление, а потом разворачиваем обратно в исходный вид. Компактное представление не позволяет полностью запомнить все, что было в музыке. Поэтому некие общие свойства для музыки нейронная сеть вынуждена выносить в программную часть. А дальше при генерации музыки мы берем случайную последовательность цифр, применяем знания о правилах музыки, выученных нейросетью, и получаем на выходе музыкальное произведение, которое похоже на человеческое. По музыке мы не можем сказать, что это музыкальное произведение. Это набор нот. Там есть некоторые интонации, которые привнес Бодров, который, в общем, привел в нотный материал эту композицию Яндекса. Все равно, что я получил кирпичи, а уже план архитектурный, да, это все, это уже моя композиторская работа. Ты не забудь, там вначале четвертый аккорд есть. А можно мне тоже, пожалуйста? Я не забуду. Четвертый аккорд ля. Но начало кажется такой нормальной мелодии обычно. Она похожа на поп-песню. И вообще, различие с самой большой мелодией, которую написала нейросеть и популярной песней любой, это то, что она неожиданно развивается. Хотя я понимаю, что некоторые гармонические ходы, которые здесь использованы, они как раз пришли из классической музыки, к которой ее, собственно, и обучали. Каждый может взять какой-то кусочек и на самом деле построить на этом песню. Человек почти так же пишет, тоже кусочками этими. Фактически ничего не меняется. Зажигаются дома, отражаясь на голой груди асфальта. Я стою на цепочке, чтобы лучше разглядеть через окна западевшие, где сегодня прячется человек. Мне кажется, что это можно считать авторством с нейросетью. Хотя тут тоже вопрос. Просто такое впечатление, что как будто она за тебя делает лишнюю работу. По-прежнему нейросеть – это не настолько неодушевленный предмет, потому что за ней все еще стоят люди. Я, когда начинаю писать музыку, приступая к новому сочинению, я в полной потерянности каждый раз, потому что я пытаюсь найти какие-то зерна, какие-то формулы, от которых я могу оттолкнуться. И в данном случае вот этот выбор у меня отпал, потому что материал был задан. Вот тебе материал, с этим пиши. Да, он такой, он странный, но и что? Тем интереснее. В первую очередь мы все-таки расцениваем это как инструмент для композитора, цель которого – не заменить композитора, а помочь ему создать произведение лучше, чем нежели он смог сделать один. То, что начал Яндекс, может быть шикарная копия чего-нибудь. Если компьютер научится переживать, сопереживать, страдать и радоваться, тогда, конечно, уже возникнет опасность для живущих композиторов. Конечно, это пугает, когда ты понимаешь, что есть какая-то совершенно альтернативная история, которая вот-вот начнет что-то придумывать. Когда я в первый раз об этом услышал, меня это вообще вызвало какое-то негодование глубокое, ввиду того, что как же так, музыка же ведь это вот от сердца там как-то. Самое распространенное заблуждение про нейросеть, что нейросеть – это вот такой некий единый черный ящик, который потихоньку всему учится. Вообще нейросеть – это же метод, это математический метод, которым можно применять для разных задач. И нейросеть, которая обучена решать одну задачу, она вообще совершенно не умеет решать другую задачу. Нейросеть – это, на мой взгляд, следующий шаг в развитии музыки. Все, что вот здесь вы видите, как бы это красиво не выглядело, там не звучало, это всего четыре волны, которые все знают с 60-х годов. Как бы вся музыка, которую можно было на вот этом всем написать, была написана еще 50 лет назад. Мне кажется, что вообще прекрасно осознавать то, что ты находишься в современности. Прогресс – это круто. То, что ты на самом острие времени. Создание музыки – это такое, что это относительно новое для нейросетей. И мы же не сдаемся вопросом, нужно ли воспитывать в консерватории еще одного композитора, если у нас уже несколько есть. Или было. Ну, конечно, нужно. Потому что чем больше разнообразия, тем больше вероятность того, что нас будут ожидать новые шедевры. Продолжение следует...